Если раньше войны, вот эта борьба была захватническая, то в последнее время все войны, они, ну, называются так, по принуждению к миру. Так вопрос такой. Возможно ли мир установить силы? Никогда. Никак. Никак. Мир можно не установить, а его можно достичь, если ты устремляешься к миру с большими-большими усилиями. Надо знать, как достичь мира. Мир — это объединение противоположностей, антагонистических, которые только, зная как, могут быть объединены под общей, как бы, крышей. И таким образом он может быть достигнут. То есть в состоянии мира сохраняются все его внутренние противоречия. Их нельзя избежать, их никуда нельзя как-то стереть, выбросить, аннулировать, исключить. Они могут быть только в гармонии друг с другом, эти противоречия, во взаимном дополнении. И тогда это состояние можно назвать мир. И о нем надо будет постоянно беспокоиться и постоянно развивать, потому что противоречия не исчезнут. То есть мир — это состояние динамическое. Состояние внутреннего динамического равновесия противоположностей. А может ли быть такое состояние — вечный мир? Сколько будешь держать его, сколько и будет оно. Конец у этого процесса есть какой-то? Конец в том, что ты его будешь постоянно поддерживать и все время возвышать, и все время поднимать. А чем плохо? А чем плохо? Я думаю, что если человек найдет мир в состоянии развития, то это очень высокое состояние. Да, это будет постоянно развивающаяся вселенная гармонии.